Сегодня в ролике. Валф анонсировали следующий крупный апдейт. Новый ивент и новый герой. Получит ли пьюр визу в Америку? Редмастерс эпичней чем интернешнл! Привет друзья! Ну наконец-таки у меня прям шикарные новости для всех любителей доты. Так что давайте быстренько определимся с вот этим рандомным комментарием из-под прошлого ролика, который получает халявный Хогвартс Легаси от моего магазина игр Типикал Шоп. И запустим новый розыгрыш. С вас все так же любой коммент, а с меня бесплатный ключик для игры на ваш выбор. А если вдруг хотите затариться по реально вкусным ценам, то смело залетайте по ссылочке в описании. В моем магазине есть абсолютно все новинки и даже те, что сейчас нельзя купить в стиме напрямую. Так что заранее спасибо за ваши покупки и давайте начинать. Сходу стоит выделить вчерашнее обращение от Valve. В патчноуте 7.33e, причем только в его англоязычной версии, разработчики заявили, что следующий крупный апдейт, а именно 7.34, они выпустят в августе перед стартом квалификации на TI 2023. То есть до 17 числа. А с учетом времени на обкатку очередной большой обновы, можно смело ориентироваться на недельный промежуток. И с вероятностью в 90% патч снова выйдет в ночь с четверга на пятницу, то бишь уже 11 августа. И никак не позже. Так что смело помечайте эту дату в своих календарях и запасайтесь терпением, поскольку 7.34 станет тем самым юбилейным подарком в честь десятилетия доты. И помимо геймплейных новшеств, в игру будет добавлен обещанный свеженький ивент и, вероятно, парочка эксклюзивных шмоток. Но последнее под вопросом. Кроме того, помните тот самый театральный билетик в патче 7.33, который, очевидно, тизерил долгожданного хозяина марионеток? Так вот, подобные тизеры почти всегда реализовываются к следующему номерному апдейту, коим и станет 7.34. Так что, помимо всего прочего, я бы реально рассчитывал и на появление Папет Мастера. Ведь если бы Valve тизерили его лишь к Интернешнлу, то и билетик этот они, по логике, засунули бы только в 7.34. Ну и, само собой, новый ивент это, пожалуй, лучший способ презентовать нового героя доты. И кукловода мы можем получить по примеру того же Праймал Биста, сразу после окончания юбилейного события. Да и, в конце концов, батл пасс ребятки уже не делают. Так что, рабочих ресурсов на более оперативную разработку новых героев у них сейчас должно быть предостаточно. Как-то так. Ну а пока ждем, советую заценить боевой пропуск от нашего партнера Пари. Ведь это очень крутая штука. Давайте я вам быстренько про нее расскажу. Пари Пасс это целая интерактивная платформа, на которой вас будут ждать задания по доте и кс гоу. Ну, допустим, зафармить 600 крипов на антимагия. Выполнили, получили парикоины, на которые впоследствии вы можете купить арканы или ножи в разделе магазина. Также заработанные поинты можно тратить на денежные фрибеты. Но есть задания и конкретно от Пари. Например, найти тайные шифры в их соцсетях и, соответственно, расшифровать их. Или же отыскать специальные пасхалки. Вообще, это очень креативный и интересный процесс. И все, что от вас требуется, это перейти по специальной ссылке в закрепленном комментарии, залогиниться там и привязать к профилю Пари Пасс ваш стим-аккаунт. Да и в целом инструкция там более чем подробная, так что не запутаетесь. Горячо рекомендую вам потестить пропуск от Пари, ведь это действительно годная штука. Добавляет мотивации в пабликах и позволяет превращать ваши катки в скины. Как по мне, идеально. Так что смело залетайте в закреп. Удачи! Список участников TI-2023 наконец-то привели в нормальный вид. Я, конечно, и до этого не сомневался в проходе Bad Boom Team, но прошлогодний случай с Virtus.pro все же немного действовал на нервы. Напомню, что в прошлом сезоне после пересчета очков от Valve выяснилось, что медведи не добрали до прямого инвайта на инт буквально полбалла. Хотя по подсчетам той же ликвипедии, на которую все и равнялись, было все окей. А в нынешнем году вентили и вовсе очень долго тянули и не исправляли в DPC таблицы позиции команд. Но теперь официально можно выдохнуть. На грядущем турнире от Габена и компании впервые за всю историю Доты будет 4 СНГ команды. Свои заветные инвайты уже получили Bad Boom, Spirit и Nine Pandas. Кроме того, многие прогнозировали, что BB Team вряд ли смогут добиться визы для Pura с учетом его прошлогоднего рисунка на миникарте. Однако, на удивление, все сложилось как нельзя лучше. BB фулл составом уже решили визовый вопрос и теперь им ничего не помешает добраться до Сиэтла. Ура, товарищи! А вот кто же станет четвертой командой от нашего региона, мы узнаем только на квалах, которые, напомню, пройдут с 17 по 31 августа. И я бы лично поставил на то, что последний слот займут медведи. Во-первых, на роль тренера у них сел мой любимый Серега Готт Брагин. А во-вторых, они уже имели очень высокие шансы поехать на последний мейджор сезона. Но, как это и бывает, закинули уже выигранную карту Bad Boom'ом. Но она была для них решающей. Поэтому очень надеюсь, что на квалы, ребята, подойдут уже более спокойными. К слову, ждать новый апдейт 7.34 нам с вами будет вообще не скучно. Ведь этот сезон какой-то нереально богатый на киберспортивные события. Уже 19 июля начинается Риад Мастерс 2023. Что не просто так прозвали Интом от шейхов. Его призовой фонд без всяких донатов с батл пасса составит 15 миллионов долларов. И что-то мне подсказывает. Арабский TI легко затмит, что прошлогодний Инт, что Бали и Лима Мейджоры вместе взятые. Достаточно просто взглянуть на масштабы планируемого шоу. Вообще, в Саудовской Аравии ожидается целый огромный фестиваль киберспорта. Помимо Доты, в рамках фестиваля Геймерс 8 будут блистать и другие дисциплины. PUBG, StarCraft, CSGO и еще куча всякого. Дабы добавить хайпа к такому событию, Орги уже заанонсили участие таких громких звезд, как, например, и Мейджин Драгонс. Они, кстати, выступят аккурат во время финальных дней турнира по Доте, что точно придаст ему эпичности. Честно говоря, очень нравится нацеленность события в Риаде на турниры от Riot Games. Я уже неоднократно отмечал, что подход лолоделов к их игре делает из каждого турнира целое событие, которое смотрят люди по всему миру, даже не имеющие отношения к киберспорту. И при таком раскладе хотелось бы верить, что шейхи поднимут планку качества настолько высоко, что Valve придется браться за ум и попросту соответствовать. В противном же случае главный официальный турнир может стать лишь блеклой копией грядущего события. Но мы что-то отошли от самой внутрянки турнира. В групповой этап уже прошли 8 команд со всех регионов, а оставшиеся участники определятся после мясорубки в плей-ин. И тут можно долго рассуждать о тех же Сикретах, которые, по мнению многих, вообще Тир-2 команда, не заслуживающая находиться на подобном мероприятии. Однако система отбора всецело опирается на скрытые внутрирегиональные и межрегиональные рейтинги. Так что все это может еще миллион раз переиграться. Лично мне хочется верить в камбэк Климента, но наблюдая за игрой некогда легендарного Капитана, надежд остается все меньше. Поэтому пока верим, но сомневаемся. Радует хотя бы, что действительно слабые коллективы отлетят, даже не дойдя до группы. Касательно же самого турнира Риат Мастерс, то я буду держать вас в курсе всех событий и рассказывать о самых важных новостях и успехах наших команд. А здесь точно будет за кого поболеть, ведь только от России будет рекордное количество участников. Аж 21 человек. Из Украины, Казахстана и Беларуси еще 8. Так что точно будет за кого подтопить. Короче, ждем сочных замесов. Ну и в завершении ролика хотелось бы посоветовать мой магазин дешевых игр Typical Shop, ссылка на который есть в описании. Там вы уже можете оформить предзаказ на долгожданное DLC для Киберпанка или же купить свеженький Diablo 4 для вашего батлнета. К слову, мы активируем вообще любые новинки для Стима и других платформ в обход всем санкциям. Вам нужно лишь выбрать удобный формат покупки, а это либо рандомный кейс с шансом получить нужную игру с огромной выгодой, либо же стопроцентная покупка с железной гарантией. А после того, как что-нибудь оформите, можете зайти в раздел ежедневных раздач, ввести туда свой номер заказа и дополнительно забрать на халяву, например, RDR 2 или даже Hogwarts Legacy. Все зависит лишь от вашей удачи. Ну и в разделе подарков не забывайте забирать по 500 рублей на баланс вашего Стима. В общем, если хотите, чтобы все новинки были на вашем Стим-аккаунте, залетайте по ссылке в описании. Всем огромное спасибо, что закупаетесь в моем магазине и за то, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал Типичная Дота, оставляйте комментарии и скоро вновь услышимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok